так всем привет я вот думала высказываться или нет здесь у меня стоит стирка нужно разложить это постельное белье чистенькое новое у меня сегодня целый день уборка я просто пытаюсь разобраться с выключателями целый день уборка бусика лечила и сейчас зашла в туалет к своему мужу в общем я его вымыла сейчас уже зайти туда не страшно это видео будет для взрослых детей убирать может быть не нормативная лексика чем я зашла в этот туалет было в ахуе сейчас конечно он блестит чистый унитаз зеркало раковину помыла вот я не при параде и не стесняться нечего в общем здесь все было обосранное обрыгана дело в том что мой муж когда себе позволяет выходные он выпивает и у него недавно случился как бы случились проблемы и я его приучаю чтобы он мыл за собой унитаз ну я сейчас расскажу почему я с этого начала собственно а я не при параде еще раз повторюсь раньше когда я работала на телевидении я даже не выносила без макияжа мусор а сейчас мне чисто пофиг можете писать кикимора там страшная тупая все что угодно для меня вообще это не имеет значения мне очень хочется зайти на ваши комментарии ответить я знаю что там люди пишут умные полезные вещи не считая хейтеров да я обязательно вам отвечу но у меня постоянно знаете такой объем работы я в таком старом пальтишке я в домашней одежде если я сейчас не выскажусь я не выскажусь никогда мне хочется запомнить просто этот момент и все эти события которые происходят в мире вот и обязательно я конечно вам всем отвечу почему я начала с унитаза я мужа приучаю чтобы он за собой сам убирал и вот сейчас он уже работает третий день я надеялась что там в том числе чисто мы себе можем позволить дом где две полных ванных как здесь называют и один гостевой туалет то есть это два с половиной басрум и две спальные как бы комнаты и плюс у нас еще есть бейсмент то есть это считается как дом два этажа плюс бейсмент здесь такой бейсмент как комната поэтому я считаю что три этажа потому что мне приходится бегать по трем этажам и все эти три этажа убирать вот и знаете я мыла унитаз я была в полном шоке потому что мой муж обрыгался извините обосрался там у него была диарея потому что он отравился он начал пить пиво с утра закусывать какой-то хернёй прости господи я сказала это видео не для детей и кому не нравится такой жаргон да и все это то что я здесь говорю уходите вот просто сразу уходите и думаю все сейчас сейчас он еще работает я ему написала как ты ну как бы буря у нас у нас по восточному побережью бурю обещают она уже пошла и был дождь но сейчас дождь прекратился он мне еще не ответил в общем я еще буду звонить написала смс потому что так удобнее он может быть с пассажиром и не ответить но в любом случае я буду еще звонить вот и знаете хорошо что есть кому звонить хорошо что есть он приедет домой я на него нагавку я скажу скотина а почему ты за собой унитаз не вымыл обрыганные коврики я сейчас все это поставила в стирку и я на него наору возможно а возможно и нет просто с ним поговорю спокойно насколько меня хватит но еще такой момент вот перед этим я смотрю всякую политику вот думала сегодня входить на политику или не входить в таком виде знаете а как бы чтобы комментировать политику несмотря на то что я сейчас уже не тележурналистка я дома хозяйка у меня хозяин у меня мой youtube канал очень маленький я не лидер мнений но не могла удержаться вот и я смотрю разные точки мнения и когда я подумала что нужно на своего мужа наорать выписать ему из юлей я редко матерюсь но для красного словца как бы да иногда употребляю даже здесь на youtube то есть мне девочки писали света не матерись но я на эмоциях и других слов подобрать пока не могу а вчера ночью я монтировала видео потом запустила какое-то видео на тик ток о своем бусике как он храпит и на youtube тоже думаю нужно остальные соц сети тоже поддерживать и на тик ток у меня просто идет лента и вообще там принципе ни на кого не подписано и идет лента с разными точками зрения почему это почему-то это все про войну в украине и первое что мне попадает на глаза сидят украинские мужики в окопах сейчас буду плакать возможно вот и нет никакой эвакуации это авдеевка мужчина записывает все это на камеру он не знает или они выживут и повсюду стоны стонут раненые они сидят в холоде они не могут даже разжечь дрова в общем им там настолько плохо что я не знаю не выжили или нет я это видео знаете как я когда вижу что-нибудь такое ошеломляющее вообще чтобы запомнить все эти жуткие моменты отправляю видео на фейсбук делаю публикацию но только для меня то есть не для публики потому что я не успеваю отвечать на хайты на комменты в том числе и на других соц сетях я очень много писала на фейсбук когда приехал в сша вот писала как политмигрантка и мне моя подружка сказала слушай ну как бы рот закрой и радуйся жизнью ты здесь живешь на вилле на природе рядом с тобой прекрасный мужчина а я писала и писала и она мне потом сказала у нее есть определенные связи в определенных кругах и она мне сказала Света успокойся ты ничего не изменишь ты только себе душу травишь уже все распределено украина будет под польшей вот западная украина и вообще там уже везде договорняк я с ней не согласилась это были чисто ее как бы помыслы мнения ее информация но сейчас я за всем этим наблюдаю может быть она была права потому что реально она имела связи в высоких как бы политических украинских кругах я не называю ее имя вот и просто продолжаю наблюдать да и о чем мы наблюдаем что мы наблюдаем сегодня Макрон там собирает какую-то армию ну типа добровольцев наверное натовских да хотя они уже и сегодня есть на Украине кто-то говорит что будет хуже если Румыния захватит определенные территории ну например Одессу кто-то говорит может быть Польша претендует на западную Украину в то же время Путин хочет занять Одессу и прорваться к Приднестровью и вот знаете сейчас ну буквально сегодня вступала вдова Навального это также повлияло на то чтобы собирать больше и больше оружия для Украины США как вы знаете договориться не могут демократы и республиканцы по крайней мере до конца марта вопрос остается открытым потому что республиканцы в первую очередь требуют чтобы все деньги были как бы сконцентрированные в интересах США в общем это все такой гребаный трэш опять же в интересах США выделять все больше и больше денег на поддержку Украины потому что 90% этих денег этих миллиардов остается военно-промышленном комплексе да то есть опять же если выделяются миллиарды на Украину эти деньги все остаются для военных США для военных заводов там большие зарплаты и все это опять же в интересах США понимаете такое происходит ужас и нам постоянно вешают лапшу на уши у кого какие интересы республиканцы говорят что нам интересно закрыть мексиканскую границу демократы говорят что нам интересно поддержать Украину иначе мы проиграем Путину вот и вот происходит такой лохотрон знаете людьми манипулируют опять же смотрела а вот на тикток у меня просто идет лента знаете одни как бы за белых другие за красных ну и там одна женщина говорит что практически каждые 50 лет происходят войны и как бы глобальное государство решает где в какой стране нужно уменьшить количество населения опять же сейчас тоже есть такая версия что Украину просто избавляют от населения то есть миллионы уже выехали в Европу в том числе и в США другие страны и в чьих это опять же интересах опять же в Украине назревает Майдан это то что я увидела из последних новостей и вот один говорит да люди меня даже СБУ ищет и СБУ меня не запугает мы все выходим на Майдан ай бусик со мной сидит солнышко мое а другой говорит наоборот как бы все это путинская пропаганда никакого Майдана в Украине не будет вы не должны на это вестись потому что я должна выключить в общем другой говорит что вы должны верить только официальной информации военным Зеленскому потому что Зеленский никогда не врет и я также вспомнила как Зеленский никогда не врал перед началом войны в двадцать втором году двадцать четвертом перед двадцать четвертом февраля когда все эти знаете чиновники своих детучок успели повозить в Европу в том числе в США вот а украинца Зеленский приглашал на шашлыки в мае да мы все это помним и почему сейчас срывается мобилизация наверное потому что знаете как и истинно исторические личности они в первую очередь были сами на передовой и вместе с ними были их сынки и также вспомнила у меня была соседка а мы с ним с ней даже дружили и как-то я на фейсбук опубликовала пост просто мои сейчас политические видео с начала войны закрыты возможно я их открою просто у меня не хватает времени реально не то что отвечать на ваши комментарии даже вот навести порядок на своем канале и вот она мне говорила ну кто из майя буруны ты Украину да кто-то должен защищать Украину при этом она находится в Чехии и я ей задаю вопрос а твой муж он разве не украинец не гражданин Украины и она мне отвечает вин майя ПМЖ ну то есть постоянное место жительства вот и так же у нее сын подросток и Украину она возвращаться не собирается вот такое вот лицемерие со стороны властей наших друзей даже бывших да и я всегда выступала за дипломатическое решение проблемы да меня вот спрашивали ну а ты там за Зеленского за Путина за Байдена за Трампа за кого ты вообще за того кто кто прекратит эту войну кто ее собственно за того кто в своей стране войну не начинает и по этому политикам я вообще не верю и к чему я все это веду как бы мне не потеряться в этих мыслях надеюсь надеюсь я высказ высказываюсь понятно без всякого там текста вот без всяких там суфлеров к чему я говорю вот я смотрю разные точки мнения да насколько они разные бывают я также смотрела вот включила я пошла убирать дом да то есть продолжать уборку и недавно в России также совершил самоубийство военный корреспондент как бы Мурза потому что он посмел опубликовать количество погибших российских военных при взятии Авдеевки вот его начали травить и он совершил самоубийство чтобы не попасть в российскую тюрьму то же самое происходит и на Украине сейчас совершаются дебаты насколько Зеленский может быть легальным президентом легитимным президентом после окончания его срока как известно выборы президента он отменил в Украине в Украине запрещены также все оппозиционные партии СМИ вот поэтому как бы знаете я начала смотреть это видео там мантян вот по поводу смерти Мурзы это был молодой живой мужчина вот как я плакала над военными которые сидят в холоде в окопах украинскими военными видео поставлю поставлю в таком скоростном режиме чтобы меня youtube не заблокировал также я и послушала мантян она там сидела на стриме с девушкой этого военного корреспондента который посмел опубликовать количество погибших погибших русских потому что как украинские военные так и вот этот вот корреспондент так и российские какие-то добровольцы верят во что-то светлое в какую-то идею вот а по моему мнению можете со мной не согласиться самая главная идея это сохранить жизнь своим близким в том числе мужчин потому что но я не знаю кто будет завтра в той же Украине или в России я не знаю насколько еще будет долго эта война сколько погибнет мужчин кто будет продолжать род людской кто вообще имеет право решать кто должен жить а кто должен умереть вот тот же Макрон который призывает опять же снова и снова и тот же Евросоюз после 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 выступления вдовы Навального использовать ее просто как фишку чтобы снова и снова увеличить количество вооружения которое пойдет в Украину я понимаю нужно защищать свою страну но не тех вот коррупционеров которые заинтересованы сугубо на увеличение своих карманов потому что эта бомба она не полетит в Макрон и не полетит в Путин и не полетит в Зеленского эта бомба полетит в нашего мужика который сидит в окопах в нашего мужика который был романтиком который там посмел опубликовать какие-то правдивые вещи о погибших а полетит в мирного ну в мирного ребенка да в какую-то бабушку в какой-то дом но не полетит в того кто призывает продолжать эту проклятую войну и когда я начала с туалета понимаете вот у меня сейчас слава богу муж живой и здоровый и он приедет домой я ему выпишу без дюлей а понимаете у какой-то матери уже сына нет которому она тоже может высказать какие-то свои претензии ты скотина в своем гараже не убрался ты в своей комнате не убрался ты туалет обосрал и за собой не выйти она вот какая-то женщина да которая мужа потеряла она ему не скажет ты скотина напился я хочу с тобой провести выходные как бы да а ты поехал на рыбалку со своими дружбанами или там ты ну или например самое такое знаете то что задевает нас женщин ты мне изменил то есть понимаю я прекрасно понимаю есть нормальная жизнь да есть в ней также проблем а есть другая реальная жизнь которая нам кажется зазеркальем но все это происходит сейчас на нашем планете поэтому я вас призываю как бы знаете все взвешивать понимать что на самом деле есть главное беречь своих близких и жить в моменте вот просто я вот думаю стоит ли молчать вообще стоит ли закрывать на все глаза и сколько нас сколько у нас хватит терпила чтобы в принципе как бы нам же рот закрывают со времен этой модной болезни ну я думаю что нужно все таки высказываться ну мы же не быдло правда и еще раз у кого живы там мужья сыновья братья не ругайте их сильно им тоже непросто вот моему мужу непросто да у него была нелегкая судьба в США и тем мужикам которые в окопах им сейчас тоже непросто не важно на какой они стороне вот вот ну это такой был призыв монолог женщины матери жены жены к женщинам мир и я хочу чтобы война закончилась я хочу чтобы был все можно решать не с пользой не при помощи оружия все можно решать мозгами и при помощи дипломатии ну вот высказалась я немножко так волновалась думаю записывать видео нет берегите себя увидимся всем пока ладно зайди в свой туалет зачем посмотреть что там смотреть муж домой явился мне туда нельзя говорит мне туда нельзя это операционное мне туда нельзя операционное там мне нельзя я буду ходить ну да у меня один вопрос ты вернулся с работы вот объясни мне когда ты меня сюда привез ты меня очень тяжело сюда вез там через сколько штатов не помню да целую машину нагрузили еле влезли сами короче ты меня сюда привез через всю Америку когда я сюда приехала вошла в этот дом здесь все туалеты были идеально чистыми почему сейчас они не чистые скажи мне вот честно иди посмотри чистые сейчас ну честно а почему они это я помыл нет это я помыл а раз ты помыл значит у меня не было времени просто